Всем привет, с вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. 9 лет. На этой неделе сериал My Little Pony Friendship is Magic отметил сразу две даты. 10 октября мы праздновали 9-летие поняшек на экранах, а 12-го – последние серии текущего четвертого поколения. Много замечательных рисунков, анимаций и прочего подготовили фанаты к этим датам. Почти каждый из нас нашел благодаря сериалу новых товарищей или какое-то интересное для себя дело, или просто усвоил много полезных уроков о дружбе и жизни в целом. В следующем 2020 году нас еще ожидают приключения пони в официальных комиксах от IDW. А там не за горами должен быть и новый полнометражный фильм и новое пятое поколение. Я уже много раз рассказывала, что поколения перезапускаются не просто так. Аудитория вырастает и новых зрителей проще познакомить с новыми персонажами. Будем ждать, какими же будут эти новые My Little Pony. Но четвертое поколение, несомненно, останется в наших сердцах навсегда. Пони-ферма от Game Loft. На этой неделе завершилась акция «Собрание существ» и стартовал новый небольшой календарь с основным призом Apple Flitter. А в пятницу игроков ожидала Блиц-история по арке комиксов «Рыцарей кошмаров». Трикси рассказывает Старлит, как лихо она одолела Эрис, духа хаоса из другого мира. Помогать ей в этом в качестве бустеров могли страж-казино Эрис и замаскированный стигян. В призах камни, декор-трон и камнепадный магазин само казино. Новости игрушек. Еще несколько фотографий со стенда Котабуки из Комик-Кона в Нью-Йорке, который прошел на предыдущей неделе. Лайф-фото фигурок с более адекватной передачей цветов, а также эксклюзивные для мероприятия футболки. Подробнее о фигурках было в прошлом выпуске. На Амазоне появился пони-календарь на следующий год. Будет ли календарь у нас в качестве спецвыпуска журнала, пока неизвестно. Новогодние свитерочки для детей и взрослых с Таобау. Китайские держатели для проводов. Не новые, но раньше я их вам, кажется, не показывала. Но на фоне недавней акции со скрипушами в магнитах, мне информация показалась любопытной. И вышел новый номер журнала My Little Pony. В качестве подарка повтор фигурки Шанин Кармара. От предыдущей своей версии практически не отличается. Пони-книги. Обложка новой книги приключений для настольной игры Tales of Equestria. Melody of the Waves выходит 15 декабря. И примеры страничек коллекционного гайдбука по фигуркам Кьюти Марк Крю. В книгу вошли первые четыре волны. Это были все пони-новости, о которых я хотела рассказать. Со следующей недели на втором канале планируются влоги по подготовке к Дёрпфесту. Приглашаю посмотреть, если кому интересно. И также в связи с окончанием сериала количество новостей может сократиться еще больше. И тогда вероятны новостные выпуски за две недели. С вами была Тома. Пока!